Дмитрий Мартинков и Сюзанна Чеванькова Наши корреспонденты познакомились с победителями областного этапа конкурса «Золотое перо Белой Руси-2019». Что было в центре внимания Республиканского совета директоров центров и дворцов творчества, знают Ксения Галецкая и Андрей Грешков. Участники из самой большой студии черлидинга Гомеля и области поделятся секретами своего успеха. Какие они, краски лета? Узнаем у юных художников областного дворца творчества. Что такое лето? Лето – это хорошее настроение и бесконечная радость. А еще лето – это самые яркие, красивые и сочные краски для художников. Мне кажется, лето – это самая лучшая пора для вдохновения. И, конечно, писать картины на лоне природы – это настоящий праздник для художника. Вот если бы я была художником, я бы нарисовала лето таким, каким бы я его видела. Радостным, красочным, ярким. А вот юные художники областного дворца творчества объединились в целый лагерь под названием «Краски лета». А, по-моему, это лагерь не только для художников, но и для тех, кто может делать своими руками работы неописуемой красоты. Я думаю, мы с вами сейчас все узнаем, ведь наши коллеги побывали в самом красочном и ярком лагере этого лета. Всем привет! Привет-привет! Сейчас мы находимся в Гомельском областном дворце творчества детей и молодежи. И мы вам расскажем о том, как юные гомельчане отдыхают в лагере для художников «Краски лета». У ребят множество различных занятий и площадок для развития. Для того, чтобы все успеть, мы с Алиной решили разделиться. Тогда предлагаю начать прямо сейчас. Оздоровительный профиль в лагере «Краски лета» функционирует уже седьмой год. Этот лагерь предприсмотрен для учащихся объединений по интересам изобразительного и декоративно-прикладного творчества областного дворца творчества. Возраст детей от 10 до 15 лет. В этом году, за четвертый день пребывания в лагере, дети стали как большая дружная семья. На всех праздниках у детей большим спросом пользуются точки с боди-артом – рисунками на теле. Здесь же ребята сами могут попробовать себя в роли художников. Самое время пообщаться с ребятами и вашему вниманию модель Дарья. Скажи, пожалуйста, вот на твоем лице нарисована бабочка. Это твоя любимая насекомая или есть какая-то история? Ну, вообще, это мое любимое насекомое, но именно у этой бабочки есть история. Эта бабочка необычная, она не такая, как все. Она прилетела из необычной страны. А есть название у этой необычной страны? Да. Какое? Кинтерлэнд. Очень интересно. А ты сама пробовала себя в роли художника или ты здесь как модель? Ну, сейчас я здесь как модель. Здорово. Ну, вообще, я люблю рисовать, хотя я занимаюсь в суте декоративно-прикладного творчества. Такой дружный коллектив, замечательный детский коллектив, проявляет себя в каждом действии, в каждом, не в каждой игре. Программа «Желагеря» очень насыщена. Дети работают как в объединениях по интересам, то есть рисуют и занимаются декоративным творчеством, так и различные игры, тренинги, экскурсии, встречи с интересными людьми, художниками, мастерами народного творчества. Также большая часть времени отведена на подготовку конкурса. А сейчас мы пообщаемся с художницей Леной. Лена, мы видим, у тебя получилась прелестная лисичка. Скажи, пожалуйста, ты первый раз ее рисовала, или у тебя есть какой-то опыт, может быть, ты тренируешься на родителях? Нет, я тренировалась на своей сестре, правда, это должен был быть кот, но получилась лиса. Также дети принимали участие в развивающих играх с элементами тренинга, которые проводил педагог-психолог. По-моему, очень интересно. Каждый из нас когда-то мечтал стать художником. Эти дети воплощают свои фантазии в жизнь прямо здесь, в детском лагере «Краски лета». Привет, как тебя зовут? Меня зовут София. София, красивая. У тебя такое платье сегодня красивое, ты специально в лагере наряжалась? Нет. Нашла себе уже здесь друзей? Да, у меня здесь все друзья, я всех считаю друзьями. А что ты рисуешь, расскажи нам? Идем. Что нравится больше у тебя в лагере, рассказывай? Мне очень нравится ходить по парку со всеми, и общаться со всеми. С друзьями своими из лагеря, да? А это мастерская для настоящих рукодельниц. И смотрим, что у нас получается. Достаточно ли нам на юбочку ткани осталось? Яркие эмоции, детский смех, красочные рисунки и просто крутая атмосфера – все это в детском лагере для художников краски лета. До новых встреч. Пока-пока. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 В гостях у нас сегодня руководитель студии, судья Белорусской Федерации Чирлидинга и команд поддержки Юлия Караваева. Здравствуйте. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А также когда-то воспитанница, а сегодня уже тренер студии Алина Сакович. Здравствуйте. И пока еще воспитанница Вероника Михно. Здравствуй. Здравствуйте. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Расскажите, как давно существует студия Индига и что она собой представляет? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Нашей студии уже 7 лет, более 100 детей занимается у нас, и мы представляем такое направление, как чирлидинг. Это различные спортивные программы. А также внедряем сюжетные номера с элементами чирлидинга. Различные акробатические трюки, поддержки, пирамиды, танцы с помпонами, зажигательные. Индига для каждой из вас это... Для меня это часть моей жизни и любимое дело. Любимые дети. Для меня это не только команда, это очень близкие мне друзья, ну и также вторая семья. А для тебя, Вероника? Для меня это мой второй дом, где я готова проводить все свое время. А почему именно этот вид спорта танца вы выбрали за себя? Это очень необычно. И в Гомеле, когда мы начинали, такого массового движения еще не было. И это очень красивый, зрелищный вид спорта. Всегда это нравилось и решили создать такую студию. Наверное, за годы существования студии было огромное количество побед и ярких выступлений. Да, наша студия постоянно принимает участие в соревнованиях по чирлидингу, фестивалях. Также мы выступаем очень много на городских мероприятиях, спортивных матчах. Везде, где нас зовут. И да, за это время мы уже постоянно занимаем призовые места. Также были уже победителями, чемпионами в различных дисциплинах. Вероника, а какое из последних выступлений тебе запомнилось? Мне запомнилось 31 марта 2019 года, где мы стали золотыми призерами номинации чирлидинг-шоу юниоры. Вероника является участницей спортивной команды нашей юниорской. И мы заняли первое место среди лучших спортивных команд Республики Беларусь в дисциплине чирлидинг-шоу. Молодцы! Мы очень долго к этому шли. Занимали раньше в этой дисциплине призовые места. И в этом нам удалось занять первое место. Я слышал, что Гомель называет столицей чирлидинга. Как вы думаете, почему? Да, Гомель называют южной столицей чирлидинга, потому что, естественно, столица в городе Минске у нас концентрировано и в Минской области наибольшее количество команд. А в Гомеле у нас концентрировано более 30 команд по чирлидингу. И мы, как бы, такая достаточно в Беларуси область перспективная в этом направлении. У нас проводится постоянно в марте большой республиканский турнир Кубок Полесья. И приезжают сюда к нам более тысячи участников. И также команды, как я говорила, из Гомельской области. А какие номинации в этом турнире? В этом турнире представлены как спортивные дисциплины. Это чир, фристайл пом, то есть танцы с помпонами. А также уже второй год подряд проводится фестиваль чирлидинга, в котором уже есть сюжетные номера чирстори, джаз. И также для совсем маленьких деток, начиная от трех лет, они могут уже участвовать в таких фестивалях. Алина, вот именно вам в какой дисциплине больше всего нравится выступать? Ну, мне больше всего нравится выступать в дисциплине именно черпом. Она очень интересная, можно показать элементы разные гимнастические. А зрелищной, конечно, больше нравится чир. Это чисто станты, стантовая работа. Это видно, как все трудятся над этим. Очень сложные элементы получаются. Очень круто. За этим наблюдать очень круто. Вот столько новых слов. Можете немного проще объяснить, что это? Именно станты – это поддержки, когда есть базы и есть флэера. Флэера – это люди, те, что стоят сверху и их поднимают. База – это, ну, понятно, что люди, те, кто поднимают флэеров. И в воздухе, так же в воздухе и просто на стантах. Делают различные трюки, ну, как бы не на полу, а на уровне тех, кто их держит сверху. Выполняют различные элементы. Юлия, а можете выделить какие-нибудь соревнования, памятные именно для вас? Да, ну, конечно, в этом году, как я говорила, мы 31 марта были в городе Минске. И, конечно, эти соревнования запомнились нам, так как мы стали чемпионами в Республике Беларусь. Ну, а также второй год подряд мы делаем отчетные программы, концерт нашей студии, где мы воплощаем все наши задумки, творческие идеи. И, наверное, ближе к сердцу все-таки именно у меня лично, это вот эти вот отчетные программы лежат, где мы раскрываем все таланты наши и показываем родителям, что умеют наши дети. Класс. На большой сцене, с красивым светом, с профессиональными, как бы, звукорежиссерами, ну и так далее. Юлия, с особо талантливыми воспитанниками вы, наверное, не расстаетесь? Да, не расстаемся, постоянно сотрудничаем. Вот у нас представитель Алина, она занимается у нас уже 6 лет, можно сказать, со дня основания. Ну, есть еще таких пару девочек, которые пришли к нам со всеми маленькими девочками, но сейчас уже полноценные руководители и педагоги в нашей студии. Вероника, тебе больше нравится выступать в больших командах или в небольшом составе? Ну, мне не очень важно, в каком составе работать, так как у нас очень дружная и хорошая команда, с которой в любом составе приятно работать. Вероника, вот я вижу, у тебя в руках какие-то атрибуты чурлидинга, а можешь рассказать немного о них или еще о каких-нибудь? Это помпоны, с ними выступают во фристайл-пом, также в танцевальных дисциплинах. Если вся команда сделает синхронное с ними движение, то это будет выглядеть очень красиво, четко и будет создаваться красивый эффект. Есть еще какие-нибудь другие атрибуты, которые используются? Да, есть бантики, они есть у каждой команды на каждое выступление. Также еще есть карточки и мегафоны, в мегафоны кричат кричалку, чтобы завести зал. Ну, наверное, у вас самих-то не всегда отличное настроение. Как настраивайтесь на позитив? Ведь чурлидинке по-другому нельзя. Да, но мы работаем с детьми, и дети нас вдохновляют и позволяют, когда мы приходим на тренировку, у нас, что бы ни случалось, у нас все равно для них будет хорошее настроение. А есть ли сейчас в студии особо яркие участники, которые прям прирожденные чурлидером? Да, у нас много таких участников, таких зажигалочек, которые в душе настоящие чурлидеры. А давайте посмотрим еще одно небольшое выступление воспитанников студии. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Молодцы, девочки, так держать! В студию к себе берете ребят со специальной подготовкой, или это не так важно на начальном этапе? На начальном этапе это не так важно, гораздо важнее усердие ребенка, его стремление чему-то научиться, и как бы уделять этому время и развиваться. Чурлидинг в Беларуси признан видом же спорта? Да, он уже включен в реестр видов спорта, и сейчас даже можно уже получить разряды, занимая хорошие места на соревнованиях. А какие планы есть у индиговцев на данный момент? На данный момент у нас идет процесс набора детей на новый сезон, он завершится в конце августа, и мы с начала сентября начнем опять готовить новые спортивные программы, сюжетные постановки, и будем этот год плодотворно работать, чтобы в конце опять показать наше шоу. Что ж, желаем, чтобы ваши планы осуществились, а мечты сбывались. Желаем вам ярких и незабываемых эмоций и выступлений. До новых встреч! Спасибо! До свидания! До свидания! Друзья, ежегодное Республиканское общественное объединение «Белая Русь» проводит конкурс молодых журналистов «Золотое перо Белой Руси». В этом году темы были интересные и, на мой взгляд, довольно непростые. Участникам необходимо было побудить читателя к размышлению. Нужно было передать индивидуальный взгляд на ту или иную проблему. Использовать свободный стиль написания. Аргументировать свою точку зрения, опираясь на факты. Придерживаться краткости изложения. И быть при этом оригинальным. И сохранять логичность изложения. Конкурс интересный, творческий. И участники в нем тоже. Люди неординарные. С обладателями «Золотого пера» познакомились наши корреспонденты. Всем привет! Я Илья Барковский. А рядом со мной организатор конкурса «Золотое перо Белой Руси» Наталья Людвиговна Мамрукова. Наталья Людвиговна, расскажите, пожалуйста, в целом о конкурсе, а также о номинациях. Конкурс «Золотое перо Белой Руси» проводится уже шестой или седьмой год. Точно не скажу вам дату. Но, тем не менее, этот конкурс направлен для ребят. Те, которые себя видят в дальнейшем в журналистике. Или хотят себя попробовать в этом направлении. В зависимости от знаковых дат, которые происходят в нашей стране, меняются и номинации, и направления этого конкурса. В этом году конкурс посвящен, естественно, году «Малой Родине». И одна из номинаций была посвящена «Малой Родине». Еще одной знаменательной дате для нашего народа – это 75-летие освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков. И третья номинация. Все знают, что в этом году 25 лет нашей Конституции. Поэтому этой знаковой дате была посвящена третья номинация. Поступило на конкурс очень много работ. У нас проходят вначале районные этапы, потом уже областной этап и республиканский. На районный этап поступило много действительно работы. И членам жюри было очень сложно выбрать лучших из лучших. Поэтому те ребята, которые получили награды от областного этапа, я думаю, должны гордиться тем, что мы их выбрали действительно нашими победителями. И отрадно говорить о том, что среди наших победителей есть и победители республиканского уровня. У нас есть девочка, которая написала работу в номинации «Великой победе посвящается». Она заняла первое место у нас на областном этапе, первое место на республике. Работа потрясающая. Это Рената Громойко. Она учится в Гомельском профессиональном техническом лицее. И работа настолько проникновенная, что без слез и без дрожи читать эту работу просто невозможно. Она описывает события семьи и ее родственников, которые… Вот те события проходили на самом деле действительно в военную пару. И когда ты читаешь эту работу, ну полное присутствие того, что ты находишься там, до дрожи действительно проникает в душу. Это только одна работа. Сколько их всего страшно представить? Ну около 150 работ было. Их нужно было все прочитать. И работы поступили действительно хорошие. Было очень сложно действительно выбрать лучших из лучших. А сейчас я вас познакомлю с победительницей в номинации «Моя неповторимая малая родина» Ольгой Тикавой. Оль, расскажи, пожалуйста, о своей малой родине и о своей работе. Моя малая родина находится в Могилевской области Бобруйского района. Это деревня Плесы, которая находится по трассе М-5 между Гомелем и Минском. Почему же ты все-таки решила поучаствовать в этой номинации? Что необычного и особенного в твоей малой родине? Я хотела поделиться историей своей малой родины, потому что очень мало людей знают о моей деревне. Скажи, Оля, а твои родители все еще там живут? И часто ли ты приезжаешь? Да, мои родители живут в этой же деревне. Мама сама оттуда родом, а папа и соседний. Ну, так получилось, что папа с мамой живут в этой деревне, и я там тоже проживаю, училась в Гомеле, ну, ездила домой. На выходные? Да, к себе на малую родину. Ты упомянула, что учишься в Гомеле. Расскажи, пожалуйста, где и какую профессию выбрала? В этом году закончила лицей железнодорожного транспорта с красным дипломом. И буду работать по специальности машинистей старосделочных машин «Тистовод». Это очень серьезный шаг. Я желаю тебе удачи на работе, а также, чтобы ты не переставал участвовать в таких серьезных и масштабных конкурсах. Спасибо большое. Вы приглашайте меня, я буду участвовать. А это еще одна участница конкурса – Даша Дегтярева. Даша учится в 11-м классе Жгунской школы Добрского района. И расскажи, пожалуйста, нам о своей работе, а также о номинации, в которой ты одержала победу. Моя работа участвовала в номинации «Наш главный документ». О моей малой родине уже написала моя односельчанка, и поэтому я решила рассказать о таком факте, как вручение паспорта нашего главного документа. Я хотела поделиться впечатлениями об этом дне, потому что не каждому человеку приходится побывать в резиденции президента. Выходит, ты получала паспорт из рук самого главы государства? Не совсем. В мой день рождения я получала свой паспорт из рук главы администрации президента. Людмила Анатольевна, вы как классно-руководитель Даши. Расскажите, пожалуйста, о ней как ученице, как о человеке, а также победителе многих конкурсов. Огромное счастье иметь такую ученицу, как Даша. Это ребенок, обладающий множеством талантов. Она замечательный человек и такая скромная, что просто даже стесняется рассказать о своих достижениях сама. Поэтому я хочу сказать, что Даша принимает участие в огромном количестве конкурсов. Она является победителем конкурса «Золотое пюро Беларуси». И она заняла первое место в области, рассказав о том, как получала паспорт в день Конституции из рук главы администрации президента. Это было знаковое событие в ее жизни. И она, конечно, рассказала о нем своим одноклассникам и в школе, и поделилась на сайте. В этот день вышла заметка в переходном возрасте. Кстати, Даша является юным корреспондентом этой газеты. И на обложке в этот день вышла ее заметка и ее большая фотография. И еще хочу сказать о том, что Даша принимает участие в различных направлениях конкурса. Это экологические конкурсы и конкурсы научно-исследовательских работ. Она является победителем международного конкурса «Школа за экологию» в Берлине. И в прошлом году, в мае, получала диплом за то, что участвовала в проекте о возрождении родников. Победителей всего немного. А будут ли какие-то бонусы для тех, кто принимал участие, но, увы, не прошел дальше? В этом году, как никогда, действительно, для ребят, которые принимали участие в районных этапах, в областном этапе, но не заняли достойные места на республике, у них будет возможность поучаствовать в церемонии награждения победителей республиканского этапа. 21 сентября в Национальной библиотеке Республики Беларусь состоится награждение победителей республиканского уровня. И мы всех ребят, которые победили на районном этапе первое место, всех областников, которые победили на нашем областном этапе, мы их повезем туда с хорошим настроением, чтобы ребята впечатлились и для себя еще раз сделали выбор, стоит ли им заниматься журналистикой, либо вообще писать, пробовать себя. Вот как-то такой подарок для всех ребят будет. Друзья, далее в нашей программе блок общения, в рамках которого состоится в другой студии телерадиокомпании «Гомель». Такая необходимость возникла в связи с слишком большим количеством гостей. В студии работают Ксения Галецкая и Андрей Гришков, а также автор программы «Классный час» Светлана Князева. Они-то и расскажут нам о поводе для встречи в необычном формате. Им слово! Всем привет! Здравствуйте, наши дорогие телезрители! Этим летом Гомельщине выпала честь встречать руководителей самых творческих и креативных учреждений нашей страны. Это директора учреждений дополнительного образования детей и молодежи из разных уголков Беларуси, а также представители Министерства образования Республики Беларусь и Главного управления образования Гомельского областного исполнительного комитета. Ну, а поводом для встречи стало желание обменяться опытом работы, взять на заметку что-то новое и интересное. Ну, а подробнее о теме и цели встречи, а также почему гости Гомельщины собрались в стенах именно студии телерадиокомпании «Гомель», нам расскажет директор Гомельского областного дворца творчества детей и молодежи Светлана Викторовна Якименко. Здравствуйте, уважаемые гости! Светлана Викторовна, вам слово. Добрый день! Я вот смотрю на ребят, которые выросли на наших глазах, и вспоминаю, как это все начиналось. Три года назад действительно был совместный проект с ТРК «Гомель» и управлением образования Гомельского областного полкома под названием «Юная телезвезда». Когда прошел анонс в этом конкурсе, был ажиотаж просто участников, все хотели себя попробовать, но, конечно, в первую очередь активизировались воспитанники учреждений дополнительного образования детей и молодежи. Ну, в первую очередь, это, наверное, те дети, которые постоянно на сцене, те дети, которые хотят, возможно, в будущем стать журналистами. Это те дети, которые любят литературу. Это те дети, которым интересно, кто, какие люди вокруг них. И вообще интересна история и города, и малой родины. И это не безразличные дети. Еще на этапе проведения кастинга ребята уже смогли познакомиться с настоящей телевизионной кухней. И уже тогда зарекомендовали себя очень хорошо. Вашему вниманию фрагмент, небольшой фрагмент той работы, которую ребята проделали к финалу, подготовке к финалу юной телезвезды. Пожалуйста. Здесь и сейчас мне дается этот шанс. И зал с меня не сводит глаз. Мир не ладо, одно везенье, ничто. Я буду выступать на все сто. Я в круге света, и знаю я, сбывается мечта моя. Здесь и сейчас мне дается этот шанс. Сегодня стать звездой для вас. Ты кто такая? А ты кто такой? Сейчас должно быть мое выступление. Нет, мое. Извините, но там же написано, что сейчас выступает номер 19. А это я. Максим Тофеенко, ученик 15-й школы города Мозыря. Я активный, позитивный, люблю танцевать. Нет, это я. Номер 9. Валерия Дробышевская, ученица Гомельской гимназии, номер 71. Веселая, активная, люблю музыку, книги. Смотреть веселые фильмы. Пение. Собак. Учебу. Родителей. Лера, а сколько тебе лет? 11. А вам? А мне 12. Знаешь, а ты очень красивая. И вы тоже. А ты не смеешься надо мной? Я еще не научилась смеяться над людьми. И думаю, что уже не научусь. И я тоже. Как здорово, что мы познакомились. Правда? Правда. И теперь мы можем выступать вместе. Оранжевое небо, оранжевое море, Оранжевая зелень, оранжевый верблюд. Оранжевые мамы, оранжевым ребятам, Оранжевые песни оранжево поют. Здравствуйте, это программа «Диалог», и я ее новая ведущая, Валерия Дробышевская. Сегодня у нас в гостях очень талантливая личность. Человек, который решил, что непременно станет телеведущим парень со здоровыми амбициями, Максим Тафеенко. Максим, приветствую вас в нашей студии. Добрый день, Валерия. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Вы даже составили план своего личностного развития. Вот он. Я хочу сразу заметить, пусть вас не смущает толщина этой папки. В ней все мои записи. Просто, чтобы стать профессиональным журналистом, нужно постоянно расширять свой кругозор, правильно распределять свободное время и хорошо учиться. А еще уметь очень хорошо общаться с людьми. Абсолютно с вами согласна. У нас есть звонок от телезрителя. Туда, туда, мы вас слушаем, говорите. Максим, Максимушка, Максюшечка, ну что ж ты там себе надумал? Чем на передачи ходить? Лучше б бабушке по хозяйству помог. Поросят накормил, огород скопал. Или спортом бы серьезным занялся. Теннисом, например. А то на своей записи всю бумагу в доме перервал. Ой, Боже мой. Мда, вот такой звонок. Бабушка, все будет хорошо. Уважаемые телезрители, это была программа «Диалог», гостем которой стал Тафеенко Максим. Возможно, будущий телеведущий. Помните, плох тот солдат, который не мечтает стать генералом. До свидания. Всего доброго. Всем привет. Я Артем. И мне 11 лет. Сам я приехал из города Добруша, где делают бумагу и изготавливают фарфор. Сообразителен, креативен, находчив, приколист и просто хороший парень. О себе говорю. Иду по жизни с интересом и улыбкой. В своих предыдущих выступлениях я много шутил. Но теперь, серьезно, я хочу стать юной телезвездой. Не ради славы и известности. Я просто такой, какой есть, целеустремленный и очень-очень упрямый. Если, конечно, у меня не получится стать юной телезвездой, то я обязательно проявлю себя в другом виде творчества. Но уж очень хочется попасть в телевизор. Спасибо за внимание. Всем привет. Меня зовут Артем. Ввиду предстоящей динаминации, я, как и все нормальные люди, готовлюсь к появлению новых денег. И, скорее всего, на карманные расходы я буду получать только монеты. Я к этому готов. А готовы ли к динаминации жители областного центра? Узнаем. Здравствуйте. Телеканал «Беларусь-4». Зачем нам нужна динаминация? Я сам не знаю, честно. Как вы готовитесь к динаминации? Я не задумался об этом. Понятно. Честно, пока никак. Хорошо, спасибо. Мы не одну такую прошли уже в своей же жизни. Поэтому нормально относимся. Портмоны поменяли на новое, чтобы монеты ложить. Да и ладно, ждем. Здравствуйте. Телеканал «Беларусь-4». Можно вопрос? Можно вопрос? А как вы думаете, для чего нам динаминация? Даже не могу сказать. Вообще не владею экономическими вопросами. Не убейтесь, пожалуйста. Вы нужны нам живым. Как вы относитесь вообще к динаминации? Нормально. Как думаете, для чего она нам нужна вообще? Ну, чтобы меньше денег носить. Ну, а вообще, как вы к ней готовитесь? Может, подготовиться? Ну, будет время, приготовимся. Исходя из ответов, которые я услышал, люди к динаминации готовы. Главное, поначалу не запутаться в деньгах. Вот такие вот они, наши замечательные дети. Хочется узнать ваше мнение об этом сюжете и вообще о проведении таких конкурсов, как «Юная телезвезда». Добрый день. Ну, у меня в первую очередь вопрос к молодым людям. Сегодня Республиканский совет директоров учреждения дополнительного образования рассматривает вопрос профориентации, в том числе о мотивации и самоопределении обучающихся. У меня конкретно к вам вопрос. Что мотивировало вас в самоопределении, вот, в журналистику? Это был кто-то или что-то? Это родители, это учреждение? Скорее всего, это было что-то, потому что с самого детства я увлекаюсь футболом. Профессионально сейчас занимаюсь им. И вот как-то я смотрел футбольные матчи, мне начало это нравиться очень сильно. И я захотел делать что-то большее для футбола. И я начал после матчей писать статьи. Я начал их показывать своей маме. Она сказала, что это круто. Ну, и после я начал заниматься в театральном кружке. Меня начали от театрального кружка брать, ввести какие-то концерты. И вот в 2016 году я узнал, что есть такой конкурс, как «Юная телезвезда». Ну и подумал, а почему бы не попробоваться? И вот как-то проникся этим конкурсом, начал очень-очень-очень усиленно готовиться к этому конкурсу. И вот именно в этот момент, наверное, я проникся вот этой вот всей атмосферой телевидения. И теперь уже мне очень нравится здесь работать. И, ну, это по-настоящему мотивирует меня. Значит, спорт стоит во главе вашего выбора. Я думаю, что да. Сеня, у вас? Ну, вообще, я более творческий человек. У меня во главе стоит пение. «Юная телезвезда» — это такой конкурс, от чего я смогла оттолкнуться, перейти вот этот порог волнения. И уже научилась хорошо работать на камеру, хорошо четко проговаривать текст, не запыхиваться и никуда не торопиться. И это довольно-таки тоже очень помогло моему пению, так как там надо учиться песне. Ну, и я в будущем планирую стать, можно, ведущей какой-нибудь программы, можно и певицей. Классный час — это программа, которая замечательная программа. Мы ее очень любим и делаем все для того, чтобы она была телезрителем нашим интересным и познавательным. Культура, спорт, образование. В программе мы обговариваем все, что нам интересно. А также мы, помимо этого, помогаем ребятам Гомельщины выбрать и определиться со своей будущей профессией. Помимо того, что ребята работают в рамках рубрики «Хочу на работу», где пробуют себя в разных профессиях, и встреч разных с людьми самых разных профессий, мы еще периодически приглашаем в студию педагога-профориентолога, очень хорошая у нас в области есть, которая дает ребятам много полезной информации. Ну, теперь мы зато знаем то, что о выборе будущей профессии надо задумываться не в 10-11 классе, а намного раньше, где-то в начальной школе, а может, еще в детском саду. Да, именно благодаря ней мы узнали о том, что это нужно делать намного раньше, потому что профориентолог проводит прямо в студии классного часа всякие тренинги с нами и со зрителями, и это очень интересно. И вот, например, когда последний раз она проводила профдиагностику, я сидел, это было очень-очень интересно, я начал проходить, и вы представляете, совпало, реально совпало. Я хотел стать журналистом, и профдиагностика показала, что мое призвание – это журналист. В конце концов, теперь мы знаем о существовании атласа современных профессий. А мне, например, очень нравится, как ребята пробуют себя в рубрике «Хочу на работу». Это реально в каждой профессии от начала до конца, как говорится, проходит этап. И сейчас мы вам предложим, ваше внимание, небольшую нарезку как раз работы в рамках этой рубрики. Ну, конечно, это всего лишь фрагментарно, они там достаточно основательно погружаются в эту профессию. Вот, посмотрите, что мы для вас подготовили. Привет всем! В эфире программа «Классный час» на Беларусь 4 Гомель. Эту программу для вас проведем мы, Андрей Гришков и Ксения Галецкая. Сегодня в программе Легко ли быть спасателем? Все о тонкостях профессии пожарного в рубрике «Хочу на работу». Настоящий пожарный должен надеть свою всю экипировку за 18 секунд. Сейчас посмотрим, как у нас это получится. Давай. Время пошло. Какова наша задача? Нам необходимо в задумленном помещении найти пострадавшего. А как зовут нашего условного потерпевшего? Условно его зовут Ваня. Ваня, мы тебя спасли. Цветы всегда представляли интерес для женщин. В основном их любят получать в качестве подарка. А вот как их собрать в один прекрасный букет, знает лишь профессиональный флорист-создатель букетов. Здравствуйте, я Валерия Драбушевская. И сегодня мы узнаем, как делать красивые композиции и сделать это своим призванием. Сделаем цветочную композицию красивую, еще в зимнем стиле. И порадуем себя. Мы берем с тобой губку флористическую. Разрезаем ее по форме нашего с тобой стаканчика. Как и когда вообще начинается рабочий день флориста? Вообще рабочий день флориста нон-стоп. Ты приходишь рано утром, проверяешь цветы, как они себя чувствуют, в каком они состоянии. Всегда должна быть свежая вода, поэтому ты всегда должен следить за тем, чтобы раз в два дня, может быть даже чаще, у некоторых цветов менять воду. Должны быть чистые вазы, в которые ты ставишь. Ну и вокруг все должно быть чисто и красиво. Есть самое такое для меня главное правило, когда на букет получатель должен смотреть, либо тот, кто его заказывает, и видеть, что в нем все красиво и гармонично. И не всегда все правила действуют, например, правила золотого сечения. Цветочки все должны смирить к солнцу, не в обратную сторону. Вообще мы, если достаем, и сантиметра два-три вниз. Нет. То есть не на поверхности, а у тебя немножко должно быть поглубже. Профессия серьезная. Не так, как все думают. Цветочки, ленточки, бантики, и все так красиво и хорошо. Надо себя попробовать. Когда учитель не профессия, а призвание, Сергей Постников узнавал, как стать педагогом в рубрике «Хочу на работу». Всем привет. Меня зовут Сергей Постников. Я учусь в гимназии города Рогачева и очень люблю английский. Именно поэтому сегодня я хочу попробовать себя в роли учителя. Сегодня я проведу урок в четвертом Б-классе. Я готовился, составил ход урока, транскрипцию, всю ночь, между прочим, вырезал и прочитал соответствующую литературу. А сделали я все правильно, мне подскажет Кристина Ивановна. Не забывай выводить детей на тему урока. Нужно, чтобы они догадались, о чем ты будешь разговаривать с ним на уроке, что вы будете делать на уроке. И не забудь составить список слов, чтобы закрепить пройденный материал не только с этого урока, но и с предыдущих уроков. Присаживайся, возьми книгу, просмотри предыдущие уроки и готовься. Я спокойна за тебя, и ты тоже будь спокоен и уверен в себе. Удачи! Именно сегодня мы будем разговаривать о таких важных вещах, как завтрак, второй завтрак и обед. Про ужин мы поговорим немножко позже. Вот, так пишут все эти слова. Мне понравился наш новый учитель, потому что он веселый, понятно объясняет и шутит много. А следующее слово нам скажет Александр. Суп. Нет, девятый, девятый. Сос. Что это такое? У кого транскрипция этого слова? Ваня, сегодня все у тебя. Хорошо. Едем дальше. Мои дорогие дети, учеба закончена. И я хочу желать вам доброго и доброго. Доброго! Какие вы молодцы сегодня. Я прям горжусь вами. Всем привет, с вами Дарья Петрякова. И сегодня я узнаю, каково это быть ветеринаром. Начнем мы с того, что увидим, как начинается прием животных. И сейчас мы пройдем в сердце нашей клиники, это регистратуру. Здесь дальше происходит осмотр животного специалистом. Котика осматривают, ощупывают, меряют температуру, расспрашивают владельцев, как, чем кормился и какое его самочувствие. Предлагают, рассказывают, какие нужно взять анализы для того, чтобы поставить правильный диагноз. Рыжий, поздоравливай. Первое, чему я научусь в качестве помощника ветеринара, это работе с лабораторным дозатором. Ну, Даша, сейчас у нас будет тоже интересный опыт. Мы будем выполнять нашему маленькому пациенту уколы. Спасибо, что доверили мне самое дорогое. Хочу тебе предложить попробовать себя в роли помощника ветеринарного врача по типу секретарь. Так как я углубленно изучаю русский язык и литературу, то работа секретаря далась мне лучше всего. Трудно ли работать матросом-спасателем? Узнавал Сергей Постников. Сегодня я стану матросом-спасателем. А с чего начать мне? Вам необходимо выявить, в первую очередь, кто люди находятся на пляже, есть ли там какая-то опасность этих находящихся на пляже людей. Если таковые есть, провести с ним профилактическую работу. Встреча с ним матча. Профилактика – очень сложное занятие. Особенно на пляже. Согласен, жарко. Ты в патруле, я сейчас на лодке, Виталию Сменину. А можно сделать интервью? Да, конечно. Что ты знаешь о поведении на воде? Нельзя плавать за бульки, потому что там опасно очень. Там много рыб страшных. На спасательной лодке всегда должны быть спасательный круг, спасательный конец Александрова и, конечно же, спасатель. Хорошо работать спасателем. Пляж, солнце, лодка. Романтика. Кажется, романтика закончилась. Андрей, ты как? Хорошо. Спасибо спасателю. В общем, сейчас мы вытащили из воды матроса-спасателя. Хоть это и была постановка, но в жизни все примерно так и бывает. Вера, а кем ты хочешь стать, когда вырастешь? Когда я была помладше, я хотела стать хирургом. А сейчас даже не знаю, возможно, телеведущей или моделью. Да, я бы тоже хотел связать свою профессию с телевидением. Ты знаешь, это же так интересно, встречаться с разными гостями. Это вообще интересно находиться в студии. Андрей, раз ты уже заговорил об этом, то могу сказать, что лучше выбирать профессию с раннего возраста, тогда и успех придет быстрее. И главное, понять, что ты любишь. Точно. Друзья, корреспонденты нашей программы в этом смысле делают невероятно полезную вещь. Они пробуют себя в разных профессиях и облегчают нам задачу выбора. Рубрика «Хочу на работу» в нашей программе. Вот так нескучно мы и живем. Очень здорово, что существует у вас этот проект. Вот вы сегодня с успехом продемонстрировали, что Гомель – это город, дружественный детям. И само наличие вот этого проекта и включенность в него системы топ-образования тех детей, которые занимаются творчеством – просто супер, молодцы. Ребят, скажите, вы счастливы? Конечно. А вот те мальчишки и девчонки по ту сторону экрана, они счастливы? Как вы думаете? Ну, в процессе работы не в паре с ними, но мне кажется, что да. Кажется, да. Вот это самая главная наша задача, нас, взрослых, делать вас счастливыми. Счастлив тот человек, который правильно определил свое будущее. То есть правильно выбрал профессию, а правильно помочь это сделать можем мы, взрослые. Начиная, вы правильно сказали, с детского сада. В школе на это работает целый штат педагогических работников. Родители всегда с вами рядом. В учебное время все понятно. Это профильные классы, профильные предметы, факультативы, послеурочная деятельность, экскурсии, приглашения на встречи интересных людей с интересными профессиями, которые вам рассказывают, показывают и заинтересовывают. А летом, как вы думаете? Летом можно заниматься профориентацией? Ну, конечно, можно, конечно. Где? Существуют же всякие учреждения дополнительного образования, лагеря, лагеря, лагеря. Да, и там можно, я думаю, заняться как раз профориентацией. Абсолютно правильно. Все лето можно примерять на себя любую профессию и пробовать себя, пробовать стать кем угодно. Основная благодарность меня, конечно же, вот к этим ребятам, к Ксюше, к Андрею, к тем детям, которые были задействованы в этом проекте. Потому что вы своим личным примером показываете и доказываете, что сегодня возможно, независимо от возраста, определить для себя то любимое занятие, интересное занятие, которым вы хотите заниматься. И этот пример, наверное, самый четкий, самый интересный для всех ваших сверстников. Вот именно то живое общение. Мы видели много сюжетов, с каким интересом дети смотрели на вас в качестве ведущих, в качестве корреспондентов. Поэтому большое вам спасибо за вот такую активную жизненную позицию, которую вы для себя выбрали, которую вы несете для, скажем, детей и молодежи Гомеля и Гомельского региона. Спасибо. Как автору программы, мне отрадно, что из числа ведущих нашей программы некоторые уже получают профессию журналиста. Вот в эти дни буквально определяется судьба еще одного нашего очень интересного ведущего Ильи Барковского. Он тоже поступает на журналистику. В следующем году будет поступать Андрей. В 11 класс он перешел. Вот. И еще из тех девочек, которые с нами работают, тоже будут поступать вот в следующие годы на журналистику. Так что опыт, я думаю, этот им очень помог. Это и опыт журналистки, и опыт общения. И вот тот добрый пример. Понятно, что это всегда позитивно, то, что мы снимаем. И это очень важно в жизни каждого человека. И по ту сторону экраном. Это очень полезно детям увидеть, услышать обо всем этом. Как удается совмещать учебу хорошую, ну, спорт в данном случае, занятие творчеством и занятие журналистикой? Когда любимое делает, то найдешь и время, и силы, и все. А они этим горят, они этим живут. И я так восхищаюсь и так рада, что так вот все срослось у них. Ребят, как вот вы находите время, расскажите. Ну да, когда ты понимаешь то, что важно и то, и то, и то, и ты стараешься совмещать, бывает где-то ты пропускаешь из-за каких-то концертов, из-за съемок. Но учителя прощают, они понимают, что нам это нравится, они же и стараются для того, чтобы мы выбрали будущий путь. И как раз у меня лично я уже определилась. Да, я думаю, это не страшно, то, что пропускают, потому что это дети-труженики. Я не знаю, что если они завтра в съемках с ним участвуют, значит, они либо накануне, либо после все обязательно верстают. Если какие-то выездные рубрики мы записываем, то обычно это происходит после обеда, и мы успеваем после школы приехать и выехать на рубрику. Но когда же мы ведем в студии программы «Классный час», когда вот работают два ведущих, обычно это происходит в четверг самого утра и до обеда, ну и тогда уже извинить нужно как-то из школы пожертвовать. Я пишу письмо на школу, освобождение с просьбой, директора официально, чтобы отпустили. Ну, в общем-то, всегда идут на встречу. Но ребята учатся хорошо. Да. Я отличница. Успехов. Спасибо. Спасибо большое, Иван. А вы помните свою первую программу и свой первый сюжет? Как раз-таки моя первая программа, которую именно я вела, это и был «Классный час», и это была, по-моему, рубрика «Своими руками». И мы тогда выезжали, и это было необычайно интересно. И потом меня еще пригласили вести саму программу, и я соглашусь уже со Светланой, то, что это конкретно бесценный опыт, и когда новое общение заводишь, знакомишься с операторами, режиссерами, и это очень интересно. А у меня это была как раз спортивная рубрика. Раньше она называлась «Не дня без спорта». И вот я знаю, что оператору, с которым я ездил, больше всего понравилась именно вот эта вот съемка, потому что мы были, снимали прокартинг, и ему удалось покататься на машинках. Он себя полностью окунулся в детство. И потом я уже вышел из машинки, а он сказал «Идите», говорит, «Я еще здесь пока что останусь, немножко покатаюсь». В заключении нашей встречи хочу сказать, что рядом со мной находятся ребята, которые действительно профессионалы в своем деле. Это Андрей Гришков, готовый уже сейчас работать спортивным комментатором, журналистом. Это Ксюшенька, пусть еще маленькая, но яркая звезда на нашей детской эстраде. Я думаю, что именно этих детей мы услышим еще и не один раз. А пока для вас прозвучит песня, «Грай» в исполнении Ксюш, А мы с вами прощаемся. «Голос мой до неба рвется, Вода с падом сорок летца, Для тебя спеваю родный край, Колесо не капрачнется, В сердце песня в тушке вьется, Грай музыка над цимбалом, Грай! Грай музыка над цимбалом, Грай! Грай музыка над цимбалом, Грай! Грай! А-а-а-а... Пулецам сердца перолива, Золотых голос родимы, Губ цимбалов наполняет край. Роды гуд, як гимн дятицтва, Песни наше хадецтва. Грай, музыка, не спиняйся, край. Грай, музыка, не спиняйся, край. А-а-а-а... 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 Мне лёгко тут вставать, Жить и слабровать, В морах добрый лёг, Своляй вас! И не мать от той земли, Где б жили лета и мы, Грай, музыка, Грай от души! А-а-а-а, а-а-а-а... А-а-а... А-а-а-а... Грязь, грязь, музыка, гай! Друзья, на этом наша программа подошла к концу. С вами были мы, Дмитрий Мартинков и Сюзанна Чванькова. Смотрите классный час по понедельникам и воскресеньям на телеканале «Беларусь-4 Гомель». До новых встреч в эфире! Пока-пока! Субтитры подогнал «Симон»!